Друзья, всем огромный привет! Я решила снять это видео абсолютно спонтанно, по ходу дела. Я сейчас собираю сумки, собираю вещи в поездку. Дело в том, что мой загадочный, очень загадочный муж решил устроить сюрприз нам на годовщину свадьбы. Куда мы летим? Он не кололся неделю. Я начала спрашивать, ну ты мне хотя бы скажи погоду, какой мы край летим, чтобы знать, какие брать вещи, какие брать штучки, дрючки, в общем, вы понимаете, да? Ехать туда, куда, не знаю, не знаю куда, это очень сложно. И спустя неделю мой дорогой загадочный муж прокололся. Я его наконец-то вывела на чистую воду вилами. И он сказал, что мы летим во Францию. Дальше больше ничего не говорит, что-то там готовят. В общем-то, все увидите в моих дальнейших влогах. Буду, конечно же, все снимать по ходу дела. И сегодня я решила снять, что я беру с собой в косметичке. То есть, что я беру из ухода и что я беру из косметики. Давайте посмотрим. Вот такая вот у меня косметичка мягкая из Литуаля. У них целая линейка, которая называется Вандерласт. И они делают разного рода косметички. Мне нравится, что она мягкая. Конечно, косяк, что она черная, на ней видно вот все мельчайшие какие-то недостатки и косички. Но она у меня travel формата, поэтому ничего страшного. Мне нравится, что она мягкая, вместительная. Тут есть зеркало и... Здравствуйте. И два отделения под косметику. Здесь у меня лежит уход, здесь у меня лежит декоративка. Сейчас. Вот, вот, цепляется все на липучки. Вот такая вот у меня сумочка уходовая. Здесь в этой сумочке будет очень много косметики Локситан. Очень много практически, 90% это будет Локситан. Наверное, это видео я так и назову. Сумочки-косметички, как видите, прозрачные, черного цвета, но прекрасно все видно, где что лежит, это тоже очень удобно. И одна косметичка, и вторая, они обе в сеточку в такую черную. Первая вещица, это крем для рук от Локситан. 30 мл у меня, по-моему, это стандартный их размер. Крем для рук Карите. Мне кажется, каждая девчонка раз в жизни, ну, пользовалась таким кремом, потому что все аэропорты, все дьюти-фри, в магазинов очень много, где продается эта косметика. И я им не очень довольна. Он снимает сухость и дает мягкость рукам только лишь на мгновение. Если вы им пользуетесь, в эту минуту, да, руки увлажненные, мягкие, приятные, эластичная кожа. Но накопительного увлажняющего эффекта у этого крема нет. То есть, как только вы его смываетесь с рук, как только вы мочите руки, а эффект какого-либо увлажнения, ухода, он исчезает. Поэтому больше не куплю, не понравилось. Следующие несколько вещичек, это был набор. Сейчас я его достану до конца весь. Вот такой вот набор. Это серия огурец и тмин. Он зелененький, в зелененьких упаковочках, он там один такой. Мне очень понравился гель для умывания. Боже, это какое-то безумное блаженство. Он такой деликатный, он такой мягкий, он такой нежный. Когда я его смываю с лица, такое ощущение, что в нем уже есть какая-то увлажняющая составляющая. То есть, как будто бы внутри есть либо масло, либо увлажняющий крем. Кожа после него такая нежная. Такого кайфа на коже я не испытывала давно. Обязательно куплю полноразмерную версию. Безумно классная вещь. И недорого, кстати. Следующая из этого набора вещица, это мицеллярная вода. 30 мл. Просто нажимаете на помпу и выходит средство на спонжик. Оно очень слабое. Ужасно слабое средство. Оно сравнимо, не знаю, с проточной водой из-под крана. Ну, просто ни о чем. Легкий крем комфорт для лица Карите. 8 мл. Ой, мне он очень понравился. Очень классный. Ну, это, как вы видите, такая же серия, как и вот эта Карите. Мне он очень понравился. Он очень легкий, он очень нежный. Он классно подходит, как база под макияж. На него хорошо ложится макияж. Практически там не осталось. Ну, буквально вот мне на пару раз. Легчайший, нежнейший, классный. Не оставляет липкости, увлажняет кожу, дарит ей комфортный. На лето, на весну, на раннюю осень суперский. Новинка, по-моему, этой весны, если я не ошибаюсь. Я, конечно, в Локситан не работаю, могу какие-то ошибки делать. В общем, новинка этой весны. По крайней мере, весной я именно покупала это средство. Это скраб для губ. У меня со вкусом фиг. Инжир. Боже мой, инжир. У меня со вкусом инжира. Это так вкусно. Это так приятно. Это невероятный вкусный взрыв ароматов, запахов малины, ягод, инжира. Всего такого сочного, летнего, вкусного. Мне кажется, просто я готова его съесть. Жалко, что мало. Есть будет мало. Но как средство косметическое, мне оно не понравилось. Оно очень слабое. Вот вы видите, да? Что внутри как будто бы есть какие-то скрабирующие частички. Они и должны там быть, по идее. Какие-то косточки, там все дела. Но на самом деле этих косточек просто 10 штучек на всю банку стеклянную. Как будто бы вы наносите на губы варенье. Не скрабирует вообще. Просто губы окрашиваются немножко в розовый цвет. Следующее. Я покупала в тандеме скраб и бальзам для губ. Тоже, по-моему, карите или что? Это масло ши. Да, это масло ши. Ультра лип бальзам. Вот это средство дурацкое. Мне не понравилось. Я говорю честно, я говорю, может быть, иногда резко, но я говорю по делу. Мне не нравится. Он очень плотный. Бывают для детей такие клей в стике. Плотный, по губам не скользит. Никакого увлажнения. Он не блестящий. Он не питательный. Он вообще какой-то никакой. Похоже на клей. Я отдам это средство мужу, потому что вот я на пальчик нанесла. Даже не видно, что есть какое-то средство. Для мужчин, по крайней мере для моего, важно, чтобы не было видно, что на губах что-то нанесено. А губы обветриваются, тем более впереди осень, зима. Очень тугой, тяжелый, не скользит, не увлажняет. Лежит плотно, как вазелин. Короче, бэх. Редеет у меня косметичка. И последнее средство от L'Occitane. Это вот такой вот гель для тела. Гель для душа. Серия Herbae. 50 миллилитров. У меня был тоже набор. Остался только вот такой вот гель для душа. Слабо пенится, очень сильно пахнет. Есть духи, и к этим духам прилагаются гель для душа и лосьон для тела, чтобы усилить аромат, чтобы он оставался на вас дольше, чтобы вас немножко побаловать этим ароматом, если он вам нравится. В общем, духи я такие не покупала. Я купила именно набор просто с этим ароматом. Знаете, чем пахнет? Это трава. Такая свежескошенная, такая немножко даже тропическая. И очень много сладостей, очень много фруктов. Не знаю, почему нарисованы цветы. Очень классный, приятный, яркий аромат летний. Он у меня заканчивается, тоже осталось на несколько раз. Что касается уже нормальных таких полноценных ароматов, я беру с собой в поездку два. Монгерлен, именно серия Bloom of Rose. Мне нравится свежесть, мне нравится такая ледяная розочка здесь. И аромат Chanel Chanel Tender. Розовенький такой, легкий, женственный, романтичный. Сейчас покажу, сколько осталось. У меня здесь 5 миллилитров, осталось ровно половины. Очень многие девчонки говорят о нем, что он очень легкий, женственный, такой девичий. Прям, знаете, институт благородных девиц. Я так не считаю. Да, он легкий, да, он такой романтичный, женственный. Но он очень чувственный. Он очень, я бы даже сказала, секси-шмекси. Потому что в нем очень сильный мускус. Он такой животный, он такой притягивающий, он такой соблазнительный. Что у нас тут есть внутри? Это грейпфрут, айва, гиацинт. Мне кажется, что здесь есть даже личи. Сладкий, вкусный, сочный личи. Филорго. Крем для лица. Написано, что анти морщины. Анти-wrинклс. Ладно, избавимся от морщин. За 2 дня попробуем. И вот такое вот средство для глаз, тоже из этой серии. Филорго Оптим Айс. Тоже от морщин. Ну, я не знаю, где у меня морщины, в каком месте. Но у меня есть такой набор, буду пробовать. Будет увлажнять, и ладно. И следующая косметичка, это будет декоративка. Я не буду останавливаться по каждому продукту. Быстренько пройдусь голопом по Европам. У меня новинка появилась. Это Кушон от Ланком. Это база под макияж. Это лимитка весны, по-моему. У них несколько выходило фиолетовый, зеленый, вот такой вот персиковый. Исключительно для коррекции каких-то определенных частей лица. А дальше иди сюда. Тональный крем. Тональный крем у меня Миша ББ Крем. Ботинки номер 23 обожаю. Мое сердце принадлежит только ему на протяжении уже лет 6. Дальше пудру я беру с собой. Живанши Тейнт Кутюр. Написано, что это и фаундейшн, что это и основа, и пудра. Ну, я использую как легкую завершающую пудру. Она такая двойная. У меня там уже заканчивается. Не буду вам показывать страсти, внутренности некрасивые. В общем, очень вам рекомендую. Подсвечивает классно. Держится на лице, даже на жирной коже суперская. Мои любимые румяна тоже всех времен и народов. Обожаю. Сейчас покажу вам оттенок. Если откроется, вот он. Вот такой вот у меня оттенок на теплый типаж лица. Идеальный. Краснокоралловый, немножко оранжевый. В общем, суперский. Называется Фошия Роза. Беру с собой хайлайтер Мак. Ну, все его знают, да, Soft and Gentle. У меня там уже дно виднеется. Очень красивый хайлайтер. Новинка у меня появилась. Гипноз Драма от Lancome. Ни разу не пользовалась. И моя любимейшая тушь. Это Кабаре Премьер. В черном оттенке 01. Идеальная. У нее жесткая силиконовая щетка-расческа, которая поднимает ресницы до небес. Для бровей у меня наборчик от Catrice, который я тоже очень сильно люблю. Вам всем рекомендую. Стоит 2 рубля, а выглядит просто на все 22 тысячи рублей. Суперский. И для губ я взяла с собой несколько своих новинок. Это Lancome. Такой нейтральный оттенок. Новинка от Dior в оттенке Lucky. Stellar Shine помадка. Увлажняющая. Такая маслянистая. Сливочная. Очень классная. Яркая красная помада. Ну, блин, девчонки, классика жанра. И когда будет все раздражать и бесить, тогда у меня есть от Lancome новый блеск для губ. Он такой с тинт-эффектом. И немножко покалывающий такой с ментолом блеск для губ. Типа как лип-максимайзер. Только Lancome. Вот такие вот у меня будут оттенки. Красный. Нейтральный Lancome. Розовые лаки. Под розовую одежду. И прозрачный от Lancome. У меня, кстати, от L'Occitane есть еще вот такой вот лосьон, увлажняющий для тела. Я использую для рук. Он у меня просто стоит в спальне возле прикроватной тумбочки. Во-первых, он, когда вы его используете, нажимаете на помпу, он стреляет. И можно испортить себе одежду. И постельное белье. Будьте очень осторожны и аккуратны. У него вот такая вот легкая текстура лосьона белого. Он очень воздушный, он очень водянистый, он очень слабый. Он вообще не увлажняет кожу. Просто как будто бы вы намазались водичкой. Мне, к сожалению, не понравилось. У меня еще, смотрите, вся банка впереди. Но что делать? Пускай стоит. Буду пользоваться только для рук перед сном. А так, девчонки, вам не советую. Не оставляет липкостью, но потому что он вообще ничего не оставляет. Он просто не увлажняет ничего. И на этом все. Показала вам свои сумочки. Показала вещи, которые беру с собой. Которые нравятся, которые не нравятся. Очень надеюсь, что это видео вам было интересно. И в какой-то мере полезно. Обязательно, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет французские влоги. Боже мой. Так классно, господи, я так хотела поехать в Париж. В общем, да, дорогие мои, всем огромное спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии этому видео. Мне будет очень приятно. Ваша обратная связь. И всем огромное спасибо за ваше внимание. До скорых встреч и пока-пока. А давайте в этом видео будет еще и десертик. Я хочу вам подарить от всей души, от чистого сердца вот такую вот косметичку L'Occitane. Офигенная. Во-первых, она маленькая, удобненькая. Она такая беленькая, с цветочками. Легендарное масло для душа с миндалем. Второе. Это точно такой же крем, о котором я вам сегодня показывала. Увлажняющий для лица. Девчонки, он классный. Он действительно идеальный. Подходит для всех. Нежирный, увлажняющий, легкий. Обязательно, обязательно нужно его попробовать. Я его кладу вам в сумочку. И последнее. Это кремушек маленький для ног. Для ваших мягоньких, красивеньких пяточек. Вот такой вот маленький поцелуйчик я хочу вам подарить от L'Occitane. Вот эти малюточки я очень надеюсь, что будут вас радовать. Что вы познакомитесь с Маркой, если еще не знакомы. Влюбитесь, если еще не влюблены. Либо наоборот, составите свое собственное мнение на этот счет. И уже будете знать, что такое L'Occitane. Что нужно сделать, чтобы получить этот подарочек. Ну, все просто, как всегда. Оставляйте комментарии под этим видео. Чем больше комментариев вы оставите, чем выше ваш шанс выиграть. Участвует только РФ. И в следующем видео, может быть, я выложу отдельный ролик, где сделаю розыгрыш. Просто положу в сумочку все ваши имена. И вот таким вот способом, как в 100 лото, знаете. Просто вытащу победителя. Счастливого, счастливого победителя. И отправлю в любую точку России. И всем огромное спасибо за ваше внимание. До скорых встреч. И пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова